Вы смотрите информационный марафон на телеканале Freedom в студии Денис Пахила. Здравствуйте! Тема, которая далее будет звучать в нашем эфире, это украинки на фронте. Как украинки героически охраняют свою землю, борются за демократию, независимость, за свое государство наряду с мужчинами, представителями Вооруженных сил Украины. Я думаю, для наших зрителей из Российской Федерации это так в диковинку, как так может происходить. Напомню, что в рядах Вооруженных сил Украины служат, работают более 50 тысяч женщин. 5 тысяч постоянно находятся на передовой, участвуют в боевых действиях, по крайней мере так говорят, в Министерстве обороны Украины. С какими проблемами сталкиваются на фронте, как и благодаря кому эти проблемы решаются, расскажут наши корреспонденты. Кристина Крыс уже около года служит в украинской армии. Рассказывает, пойти на службу решила сразу же после полномасштабного вторжения России в Украину. Вскоре переквалифицировалась в боевого медика и теперь не только защищает Украину, но и спасает своих сослуживцев. Первые полгода была на должности старшего сержанта роты с материально-технического обеспечения. Управление роты – это должность. Но потом я очень все-таки хотела стать на должность боевого медика, поскольку у меня есть небольшой опыт во времена Майдана, во времена революции. И став на эту должность, я до сих пор являюсь боевым медиком. Кристина рассказывает, первые месяцы вместе с посестрами носили мужскую форму и термобелье. Часто они были не по размеру, что причиняло некоторые неудобства при выполнении задач. С формой, да, были нюансы, были моменты, потому что мужская форма, она в плечах, даже если она по размеру подходит, она в плечах все равно шире. Если занимаешь должность боевого медика, это активная работа, она предусматривает много перебежек, перелазить надо через какие-то ограждения, в окопах тоже сидеть. И оно неудобно, ну то есть не настолько удобно. Были реально периоды, когда летом, будучи на фронте, приходилось сидеть, перешивать просто форму, лишнее отрезать, делать крепкие швы, чтобы оно не разлазилось потом. С 24 февраля в украинскую армию вступило более 7 тысяч женщин. Несмотря на то, что они наравне с мужчинами выполняют боевые задачи и имеют одинаковый быт, нужды женщин несколько отличаются от мужских. Стали необходимы как минимум дополнительные средства гигиены и профильные врачи. Поступово там изменяется. Постепенно меняется спектр предоставления медицинских услуг женщинам в армии. Появляется больше для их потребностей врачей. Меняется материально-техническое обеспечение. Однако проблемы остаются. До сих пор в армии нет понятия женская форма. Хотя в ВСУ служат 60 тысяч женщин, которые выполняют боевые задания. И функционал для них очень важен. Женская форма давно была необходима украинской армии. И во время полномасштабной войны волонтеры и благотворительные организации сразу же принялись искать необходимую амуницию и отшивать женскую форму согласно всем стандартам. Физиологические особенности мужского и женского тела разные. Игнорировать их мы не можем. Поэтому чисто снаружи она выглядит одинаково. Это материал-пиксель, применяемый в ВСУ. Качественный тип материала рипстоп 65 на 35. Как того требует законодательство Украины. Но если мы возьмем, к примеру, штаны, они с более глубокой посадкой. Более широкие в бедрах и более узкие в талии. Мы применили там двойные фиксаторы, которыми можно регулировать ширину талии и носить штаны без использования тактического пояса. Сам китель выглядит вот так. То есть он в плечах уже пошив по-женски. Они у меня не вот здесь где-то. Полностью приталено, но не слишком. То есть в ванне плюс, кстати, вот эти кармашки, дополнительная ткань. Я как боевой медик, у меня часто бывают вот такие движения. То есть моя форма не сковывает моих движений. Я могу спокойно делать любую работу. На сегодняшний день Украина имеет один из самых высоких показателей количества женщин в вооруженных силах среди стран-членов НАТО. По закону Украины женщины исполняют воинскую обязанность наравне с мужчинами. За исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства. А также запрета дискриминации по признаку пола. Влада Цуркан для телеканала Freedom. С нами на связи Ксения Драганюк, автор проекта «Землячки. Украинский фронт» и соучредитель общественной организации «Землячки». Ксения, здравствуйте. Рад вам в нашем эфире. Доброго ранка. Ну, собственно, для Украины женщины в армии – это не новость. С 2014 года, когда Россия начала свою агрессию против Украины на Донбассе, когда она аннексировала украинский Крым, уже тогда женщины записывали из состава украинской армии, собственно, были тогда только такие, скажем так, проблемы. Записывали условно, как людей, которые там на кухне работают, возможно, а на самом же деле женщины выполняли боевые задачи, как снайперы, как корректировщики и многое-многое другое. Вы знаете, BBC примерно в ноябре 2022 года вышла со статьей, которая описывала ситуацию украинской армии в отношении гендеров, что женщины в украинской армии – это уже не экзотика. Но пока еще не норма. По вашему мнению, а что мешает этому аспекту стать все-таки нормой, на которой, знаете, не то чтобы мало будут обращать внимания, но не будут удивляться, что ли? Наверное, так. Смотрите, у меня на этот счет очень устоявшееся конкретное мнение. Это все культура, и культура развивается. Что бы это ни было, это наше восприятие музыки, это ваше восприятие кино, это культура еды, это культура женщин в армии, это, в принципе, культура равенства в профессиях вне зависимости от гендера. Это все развивающаяся культура, потому что мы очень долго находимся в активной фазе этого развития. Из начала полномасштабного вторжения России на территорию нашей независимой Украины очень много женщин пошли добровольно в армию. Это показывает только силу характера нашей украинской женщины, если мы говорим о цельном образе. Многие женщины оставляют дома своих детей с родственниками и едут в армию, потому что они знают, у них есть возможность защищать свою землю, потому что в первую очередь они защищают ее для своих детей, для своих близких, чтобы у наших поколений потом не было войны в стране, и чтобы потом никакая страна-агрессор не посмела пересечь границы нашего независимого государства. Поэтому пока это может для кого-то необычно, однако я думаю, что мы с этим активно будем работать, и через какое-то время мы не будем отличаться по восприятию женской культуры от того же Израиля. Потому что это не то, что не норма, или норма — это привычный процесс жизни. Плюс ко всему я бы хотела сказать, что я не воспринимаю, я в сюжете услышала это, что женщины наравне с мужчинами боют. Смотрите, когда вы идете к врачу, например, вы не смотрите на гендер врача, вы в первую очередь идете к профессионалу своего дела, к человеку, который вас вылечит, с вами и на фронте. Ты в первую очередь военный, ты в первую очередь боец, в первую очередь выполняешь свои боевые задачи, или те задачи, которые перед тобой поставлены. А уже во вторую очередь мы говорим о том, женщина — это или мужчина. То есть это должно быть нормой. Не нужно на этом акцентировать внимание. И мне кажется, чем меньше мы будем акцентировать на этом внимание, тем быстрее дойдем до консенсуса и будем понимать, что это совершенно неудивительно. Женщины в армии Украины. Но если сравнивать Украину с другими европейскими государствами, перед нашим разговором имели возможность переборситься несколькими словами. По моему мнению, Европа шагнула в этом плане, по крайней мере, на несколько десятков шагов вперед, чем мы. Возьмем, к примеру, не Израиль, это не европейское государство, а, к примеру, Норвегию и Швецию, где для, в принципе, призыв и участия женщин в армии — это такая норма. В некоторых государствах, аж в 50-х годах такая история, в принципе, началась, и это как раз тот путь, о котором вы говорите. Мы пытаемся этот путь пройти Украина за, слушайте, десятилетия, наверное, даже меньше, когда другие государства проходили его за 50 лет, может, даже чуть больше. Но, скажем так, пока мы к этому пути движемся. Вы сказали о культуре. Если говорить о законах, в Украине принято сразу же несколько законов в отношении женщин вооруженных сил Украины, в Министерстве обороны Украины, насколько эти законы, потому что, ну, к сожалению, бывает такое, что закон и предписанные там действия, они отличаются от реальности. Давайте будем откровенны. К сожалению, пока что, возможно, определенных актов не хватает, либо на поверху уже в реальности все намного отличается от таких вот бумажек, которые подписывают народные депутаты Украины. Ну, потому что законы принимаются где-то там, а реальность происходит где-то здесь. И это нормально. И люди доходят постепенно до любого принятия какой-то новой нормы, или, в принципе, чего-то новенького. Вспомните себя, как вы в первый раз отведали манго или авокадо, что-то для вас необычное. Да, поначалу вам могло это не нравиться, потом вы это полюбили и приняли. Поэтому любому человеку нужна адаптация к тому или иному. Однако мы сейчас говорим о быстром движении и развитии женщины военной в Украине. Именно этой культуры. Потому что, если мы говорим до 2018 года или до 2022 года, эта история развивалась постепенно, медленно, понемногу. То, начиная с 24 февраля прошлого года, когда Россия пересекла границы нашего независимого государства полномасштабно, очень много женщин присоединились. И они присоединились не просто к армии. Они присоединились именно к зоне горячих боевых действий. Очень многие женщины стали боевыми медиками, снайперами. Это многие другие профессии. И они выполняют их качественно и эффективно. То есть их собратья, их сестры посмотрели на них другими глазами. И это помогает развивать культуру очень быстро. Если мы говорим даже в плане развития культуры, не только о необычности восприятия другими людьми, мы говорим об особых потребностях. Потому что реально женщины и мужчины имеют разную физиологию. Это нормально. Мы к этому привыкли. Так почему бы нам быстренько так с вами не привыкнуть к тому, что и физиология, например, форма должна быть разной, потому что мужчины не носят женскую форму, правда? Так почему женщины должны носить мужскую? И мне кажется, что это очень важно понять, и тогда все будет окей. Собственно, если мы говорим о форме, то это важно для того, чтобы человек, выполняющий свою работу, мог выполнять ее эффективно и безопасно. И мне очень нравится, что наша страна объединяется. У нас нет такого понимания, что каждый сам за себя. У нас все друг за друга. Потому что все, кто сейчас идут в армию, мы все имеем одну общую цель. И есть женщины, я вам честно скажу, которые в армии очень редко могут сказать, мне неудобно, потому что мне некомфортно. Но мы это понимаем, и мы хотим облегчить их жизнь и сделать ее хоть немного комфортнее и теплее. Так, чтобы им было удобнее выполнять их боевые задачи. Потому что мы любим и уважаем и ценим работу каждого защитника и защитницы на передовой. И это важно, потому что тыл и фронт это две неотъемлемые вещи. И когда мы работаем в команде, в дружной команде, как это сейчас делает Украина и показывает это всему миру, то у нас победа становится все ближе и ближе. И мне кажется, что это наша сила. И, кстати, если говорить о форме, то мы как-то общались с девушкой-украинкой, которая жила уже в Соединенных Штатах очень давно. И это было где-то полгода тому назад. Она написала, о, да у нас тоже не хватает женской формы. Поэтому хочу сказать, что такие какие-то нюансы, они существуют по всему миру. Даже в тех странах, которые уже имеют долгое развитие культуры, женщина военная. То есть, это не исключение абсолютно. Это просто развитие культуры. И это нормально. И относимся к этому нормально. Валерий Федорович Залужный, это главнокомандующий Вооруженных сил Украины, напомню нашим зрителям себя, в Facebook писал о том, что современные Вооруженные силы Украины одолевают, побеждают не только врага, но и стереотипы, в частности, о том, что женщина на корабле к беде. Главком Вооруженных сил Украины опубликовал видео о старшине команды связи Анастасии, которая с 2022 года служит на корабле. У девушки трое подчиненных мужчин, двое старше ее на 20 лет, один младше. По словам военнослужащей, она сначала боялась, что к ней не будут относиться серьезно из-за гендерных стереотипов. Вышло абсолютно наоборот. Мужчины воспринимают ее с большим уважением. Спасибо главкому, я думаю, когда генерал Залужный, когда главнокомандующий Вооруженных сил любого государства поднимает такую тему, на самом деле, это может поменять и отношение, возможно, некоторых и сослуживцев к своим коллегам, которые также работают на фронте. Как мы знаем, сначала полномасштабная агрессия России против Украины, миллионов украинок покинули свои дома. Благодаря государству-террористу, которое уничтожало украинские города и продолжает это делать, которое несет угрозу, напомню нашим зрителям, не только Украине, но и всему остальному миру. В то же время некоторые женщины остались в Украине, более того, отправились непосредственно воевать, взяв до банального в руки автомат и уничтожая противника непосредственно на поле боя. Я вот ознакомливался с мнением представителей Европейского Союза, граждан ЕС, и хоть в этих странах есть женщины в армии, но для них как-то, возможно, странно это, возможно, опять-таки, это стереотипное мышление, но когда они видят вот несколько западных СМИ делали такие обзоры украинки на фронте, это набирает огромное просто количество просмотров популярностью, потому что люди удивляются, люди радуются, люди, ну, как-то вот, знаете, воспринимают это необычно, что ли? Наверное, вот так. Почему, как вы считаете, в Европе, я так обобщенно говорю, но тем не менее, вот так вот воспринимают украинок, которые на нуле, простите за вот такую простую речь, но тем не менее, уничтожают представители страны террориста. Мне кажется, что это в каком-то ступени захопления. Мне кажется, что это в какой-то степени восхищение, потому что многие женщины, которые сейчас присоединились к армии, это женщины, не имевшие военного прошлого, это обычные украинки, защищающие свой дом. Вот представьте, что у вас есть дом, вы его долгостроили, у вас есть семья, у вас уже появились детки в этом доме. Это для вас сокровенное, это ваша крепость, которая крепка и в которой вам комфортно. И в какой-то день, утром, ночью, когда еще темно, в ваш дом вторгаются воры, которые хотят убить ваших детей, которые хотят убить, изнасиловать вас, которые хотят отобрать все, что вы строили всю жизнь. И в тот момент вы не будете прятаться в ванной комнате или куда-то убегать, вы будете защищать свой дом. И женщина, и мужчина будут защищать свой дом. И мне кажется, что это удачный пример той ситуации, которая сейчас происходит в Украине. На нашу территорию, в наш дом ворвались воры, желающие отобрать у нас нашу крепость. И мы ее защищаем. И женщины, защищающие наш дом на передовой, это женщины с очень сильным характером. Это женщины, которые в первую очередь ставят перед собой цель освободить территорию, освободить целостность нашей страны и защитить тех, кто не может уйти на фронт. Вот, например, я не могу пойти на фронт, потому что понимаю, что я не умею стрелять, я не умею воевать, ну и мне, может быть, будет там очень страшно. Я не знаю, как вести себя в таких стрессовых ситуациях. Поэтому я представительница тех женщин, которые помогают в тылу тем, чем могут. И каждая 24 на 7 мы работаем над тем, чтобы нашим женщинам, которые ушли на фронт, было легче выполнять боевые задачи. Мы упаковываем посылки с необходимой гигиеной, потому что мы, женщины, понимаем, что необходимо женщинам. Мы разработали удобную, комфортную форму, в которой женщинам будет удобно выполнять героическую работу, которую они выполняют каждый день под обстрелами. Мы поддерживаем добрым словом. Мы создали линию психологической поддержки от женщин к женщинам. У нас есть команда психологов, а онлайн проводят частные сессии с защитницами. И это тоже работа, и это командная работа. Поэтому мне кажется, что в Европе или где-то за границей могут не удивляться, а восхищаться. Потому что каждый ставит себя на место женщины, которая находится на передовой. И им непонятно, как у тебя там есть дети, у тебя есть семья, ты можешь уехать из страны. И мне кажется, не до конца понятно, почему мы здесь остаемся. Потому что это наш дом. И это ты можешь понять только когда это происходит здесь и с тобой. И мы защищаем наш дом, и это для нас важно. Потому что это наше будущее, потому что это наша страна. И мы будем стоять здесь до последнего, до победы. Добавлю также, что эти изменения гендерные в украинской армии, в Минобороне, они начались еще до начала полномасштабной агрессии России против Украины. В 2021 году впервые женщина получила генеральскую должность, напомню нашим зрителям. Тогда бригадным генералом стала командующая медицинскими силами Вооруженных сил Украины Татьяна Остащенко. Плюс еще проводились в Украине опросы. В 2018 году их проводил Киевский институт социологии. В 2022 году агентство InfoSapiens. И если в 2018 году идею равных прав, возможностей для мужчин и женщин продерживали 53% украинцев, то в 2022 году уже более 80%, если мне в принципе не изменять память. Что в принципе тоже говорит об изменении в этом культурном, о котором вы в самом начале говорили. Землячки до 24 февраля 2022 года, если мне не изменяет память, работали как такой информационный хаб, который рассказывали о своих соотечественниках, о женщинах, которые героини, по-другому собственно и не скажешь, так наша тема в принципе и звучит. После 24 февраля это больше стало таким волонтерским хабом. На сайте землячек есть несколько историй, много историй на самом деле, женщин, которые воюют в составе вооруженных сил Украины, о их быту, о их жизни вообще, о том, что происходит. Какие из вот этих разговоров, рассказов вас впечатляли больше всего? Я ознакомился, меня некоторые повергли, честно говоря, в шок. Не потому, что там это вот женщина конкретно, да, потому что случаи такие. Тут как раз без отношения к какому-либо из гендеров. Какие истории вы лично можете вот так вот вспомнить здесь и сейчас? Довите, историй богато. Ну смотрите, историй много. Для меня каждая из женщин, которая находится на фронте, это моя, может быть, подруга, может быть, сестра. Иногда эти женщины героические, они возраста моей мамы. И для меня это близкие люди. Я каждую из них люблю, каждую из них уважаю. Поэтому каждый их день на передовой я переживаю вместе с ними прямо на расстоянии. И морально я вместе с ними 24 на 7. Поэтому выделить несколько историй я не могу. Однако я бы рассказала их все, как я и делаю это на нашей странице в инстаграме. Могу рассказать вам то, что для меня недавно стало самым болезненным, одно из самых болезненных событий. 31 декабря погибла одна из наших защитниц, которой мы отправляли посылку. Она была боевым медиком на фронте и она погибла. То есть она не успела получить нашу посылку, потому что ее не стало. И это очень ужасно. Очень страшно отправлять посылку и не быть уверенным, что защитница ее получит. Очень страшно писать сообщение, не зная, выйдет ли этот человек на связь. Потому что иногда это девушки возраста 19-20 лет. Иногда это женщины 40-50, 50 с плюсом лет. И каждая из них близка для нас. Могу рассказать еще одну историю о девушках, которые были бодибилдерами и имели классную гражданскую жизнь. У них были разные увлечения, была профессия и при полномасштабном вторжении они записались в армию. Это была компания из семи молодых девушек, моих сверстниц. На сегодняшний день половина из них погибла на передовой. То есть половина компании и подруг погибла, защищая целостность нашего дома, нашей страны. И таких историй очень много, к сожалению, потому что война это о боли. Война это о борьбе. И каждый день, даже сейчас, когда мы с вами говорим, там на передовой девушки и женщины пытаются отвоевать свой дом. И это очень больно. И это нужно понимать. И я хочу, чтобы это поняли не только наша страна, не только наши соседи ближайшие, чтобы это понял целый мир, что нам необходима информационная поддержка для того, чтобы все поняли, что Россия это страна-агрессор, которая пытается забрать наш родной дом. И расскажу напоследок историю очень романтичную, романтика войны. Есть у нас такая защитница, Света Рудая. Она была на передовой вместе со своим парнем, и во время артобстрела они лежали в окопе. У Светы до 24 числа был ресторанчик, она имела свою гражданскую мирную жизнь, но поскольку она классный медик, она записалась в армию, и сейчас она в горячих точках служит боевым медиком. И вот они лежат в окопе, происходит артобстрел, и она положила руку на ягодицу своему парню. И в этот момент прилетает пуля. Пуля пронизывает ее руку, пронизывает его ягодицу, и одной пулей они ранены в окопе. Она в окопе спасает своего парня, потому что он в первую очередь для нее побратим, и он выживает. Свою руку на перевязку еще несколько дней активно участвует на нуле. И в конце концов они оба живы-здоровы. Слава Богу. И сейчас они снова на передовой. Однако это такая, знаете ли, военная романтика, которая сейчас присутствует в нашей жизни, потому что наша жизнь продолжается. Что бы ни происходило, мы все равно будем жениться, рожать детей, будем жить, это все благодаря вооруженным силам Украины. Исключительно. Спасибо вам за то, что вы такую цель сказали. По-простому, по сути, оно так и есть. Защита своего дома. И тут как раз, знаете, проводя параллели с государством-террористом, с Российской Федерацией, также, напомню нашим зрителям, планируется, по крайней мере, мобилизация женщин. Якобы некоторые даже говорят о желании мобилизироваться в российскую армию. По-простому так же скажу, а цель-то у вас какая? Деноцификация демилитаризации и другие слова, которые тяжело выговорить даже некоторым российским чиновникам. У меня есть сомнения. Ксения, вам спасибо огромнейшее за такой разговор. Спасибо огромное землячкам за вашу работу. Ксения Драганюк была с нами на связи, автор проекта «Землячки. Украинский фронт», соучредитель общественной одноименной организации «Информационный марафон» «Информационный марафон» продолжается. Будьте с нами. «Информационный марафон»